Немного о планировании, ведь это очень важно. Я сменила кучу ежедневников, перепробовала разные методы продуктивности и управления временем, тайм-менеджмент. И пришла к выводу, что лучшее, что может быть, это планирование по часам. То есть планировать так, с часу до двух я буду заниматься, изучать эту тему. Или же буду убираться, например, мыть окна. Я не мою окна. Ну что, типа такое. Ещё я заметила, что когда перед сном читаешь интересную научную статью, какую-нибудь полезную статью, связанную с образованием, с учёбой, или же каким-то психологическим лайфхаком, то на следующий день, утром, я сразу хочу делать действие. Ну все мы люди и все мы подростки, поэтому обожаем тикток. Обожаем залипать в тиктоке и листать инстаграм, я в том числе. И если я перед сном листаю тикток или же инстаграм, то на следующее утро я опять-таки сразу хочу взять телефон в руки и ничего не делать. Ну я, конечно, даю себе поощечни, говорю, Росте, вставай, девочка моя. Ещё важное, очень важное, очень прикольное, классное, то, что снижает стресс, да, то, что снижает вероятность депрессии и так далее, это писать благодарности, минимум три благодарности за этот день, за конкретную, за конкретное действие, за конкретное что-то, за что-то конкретное. Благодарить, писать благодарности, например, ой, я рада, что я когда опоздала, то меня не отругали, типа такое, да, приятная музыка в такси была, да, типа такое, вот. Ну у каждого разная радость. Класс! В погоне за тем, чтобы поставить галочки в туду листе, мы забываем, как важно намерение на день. Я об этом говорила в одном своём непопулярном видео, в влог, скорее всего. Я говорила, что очень важно иметь намерение на этот день, типа я намереваюсь узнать что-то новое по химии, намереваюсь что-то узнать такое по химии, чтобы применять это в будущем моей практике, применять это в моей работе, в фармацевте. Сложно, да? Но ничего, ничего. Если вы планируете на неделю, пишите план на неделю, то составляете с вечера воскресенья. Если вы пишете план на один день, то пишите с вечера на следующий день. Так мозг быстро адаптируется, и мозгу понятно, что зачем делать и когда делать. И вероятность того, что ваш день пройдёт продуктивным, большая. То, что я на практике пережила, если перед сном вы имустина будете представлять, как свой идеальный день, приблизительно идеальный день, продуктивным, да, что зачем делать, например, утром вы встали, почистили зубы и так далее, что дальше, что дальше, то вероятность того, что ваш день будет опять-таки продуктивным и похожа на этот планируемый мысленно планируемый день, вероятность большая. Не обязательно ставить галочки везде, из-за этого может быть выгорание, но, конечно, желательно всё планировать и соблюдать, потому что, когда вы выполняете то, что вы ставите на сегодня, у вас повышается самооценка. А когда вы не выполняете, то понижается в этом случае, я хочу сказать, что не каждый день обязан быть идеальным. Выбирайте быть счастливыми. Ведь счастье — это выбор. Выбор в пользу счастья. Счастье, счастливый день — это не значит без негатива. Счастливый день — значит вы обратили внимание только на положительное. На хорошее обратить внимание или на плохое. Класс!